Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас вновь в гостях историк авиации Виталий Горбач. Виталий, приветствую! Приветствую, Михаил. Мы сегодня с тобой решили продолжить про оборонительную фазу Курской битвы. Да, сегодня заключительный как бы наш рассказ про наиболее сложный этап оборонительной операции Воронежского фронта. Он наиболее длительный и рассказ про него требует отдельной передачи. Поэтому сегодня такой у нас план действий рассказать про действия 2-й и 17-й воздушной армии. Можно я напомню людям, что ты автор вот такой прекрасной книги «Авиация в Курской битве». Мы показывали ее в одной из предыдущих передач. Ну так, напомним для тех, кто не смотрел, может быть, или не знает. Ты около 10 лет занимался сбором информации в Подольском архиве, соответственно. Ну и после этого родилась такая прекрасная книга. Ну это как бы атака. Для вступления, да. Перейдем, наверное, к делу. К делу, да. Я хотел бы напомнить, что мы переходим к рассмотрению второй оборонительной операции на сей раз Воронежского фронта. В предыдущей программе мы рассмотрели оборонительную операцию Центрального фронта. Соответственно, эта операция, перед тем, как ее описывать, надо сказать несколько вещей. Во-первых, о боевом составе группировок. Напомнить, что немецкая ударная группировка, значит, порядка 1100 самолетов 8-го корпуса, она обладала некоторыми особенностями. Во-первых, она была, имела очень, в смысле ударная авиация, разносторонний состав. Это были двухмоторные бомбардировщики, это были пикирующие бомбардировщики. Две полные эскадры, весьма значительные силы. И штурмовая эскадра на самолетах «Фоккевульф», а также группа «Хэншели» 129, которые выполняли роль штурмовиков, в том числе и противотанковых самолетов. То есть, и вот эта ударная группировка, она, непосредственно противостоящая ей 2-ю воздушную армию нашу, по бомбовому залпу, по разным подсчетам, можно считать, где-то 2,5-3 раза превосходила. Вот это исходные данные для нашего рассмотрения. В последующем мы увидим, что это преимущество еще более возросло из-за некоторых решений нашего командования. Второй момент – это то, что надо понимать, что Воронежский фронт, в смысле артиллерии, был менее мощный, чем Центральный фронт. Это сказалось на действиях на земле. И еще один момент, который необходимо отметить, что на южном фасе Курской дуги наступление немцы вели по двум направлениям. На Баянском два корпуса наступало, второй танковый СС и 48-й Кнобельсдорфа. И, соответственно, группа Кемфа, третий танковый корпус Брайта и группа Раус. То есть, скажем так, было два оперативных направления, на которых предстояло действовать на одном центральном, это на второй воздушной армии, на Баянском, и на фронте 7-й гвардейской армии Шумилова действовала в основном 17-я воздушная армия. Там были особенности. Иной раз группы второй воздушной армии перенаправлялись в район армии Шумилова, иной раз наоборот. Но, в принципе, до конца операции сохранилась вот эта тенденция. Значит, сражение на южном фасе Курской дуги началось вечером 4 июля во второй половине. Немцы провели на фронте 67-й гвардейской стрелковой дивизии и вообще 22-го гвардейского стрелкового корпуса операцию по захвату высот. Это была частная операция. Она спровоцировала некоторую активность авиации. Было несколько воздушных боев. Ну, в общем, их результатом стала потеря двух юнкерсов, 88-х с немецкой стороны, и три наших истребителя было потеряно. Плюс один сбил наша зенитная артиллерия по ошибке. Но настоящее сражение, оно, в общем-то, развернулось 5 июля, и началось оно не совсем обычно. Оно началось с налетов на немецкие аэродромы. Скажем так, эта опция была запланирована и для 16-й воздушной армии, и для 2-й воздушной армии. Но именно во 2-й воздушной армии ее решились притворить в жизнь. Одним из таких стимулов было то, что вечером немцы некоторые соединения авиационные перебазировали ближе к линии фронта, и было засечено вот это перебазирование нашими наблюдателями, воздушной разведкой. И после этого родился такой план, что надо немецкую авиацию накрыть на своих аэродромах. И командующий 2-й воздушной армии Красовский встретил понимание у командующего Воронежским фронтом. Ватутин, как генерал, он вообще был склонен в основном к наступательной операции, мы это еще увидим. Он, значит, сказал, что очевидно, что мы не знаем, как будут разворачиваться действия на земле, а в любом случае, если мы нанесем удар авиации, урон немецкой авиации, это в любом случае облегчит наше положение. Вот такие были установки, после чего была проведена в полках подготовка, то есть это был не какой-то экспромт, что сели и полетели, а была проведена подготовка. Некоторые группы, вот в частности 305-я штурмовая дивизия, 237-й полк, штурмовой он был усилен опытными пилотами соседнего 175-го полка, то есть постарались укрепить группы. И плюс еще, значит, до летчиков были доведены последние сведения о расположении зенитной артиллерии, значит, возможных действиях истребительной авиации противника. Но, чтобы так сказать, сразу сказать, эти налеты оказались неудачными, потому что на аэродромах немецкую авиацию застать не удалось в большинстве. Есть разные очень сведения, где-то пишут, что самолеты стояли рядами, где-то пишут, что аэродромы были пусты, эти данные разнятся от полка к дивизии. Но вот по документам и воздушных армий, и генштаба, эти операции были признаны неудачными. С немецкой, если смотреть в стороны, то у немцев основную помощь оказали радиолокационной станции Фрея, которые стояли в районе Харьковского аэроузла. Было получено сообщение о приближении ранним утром более ста советских самолетов. В это время присутствовал там на аэродроме не только Зайдеман, командир 8-го авиакорпуса, но и начальник штаба Люфтваффе Ишонек. И вот Плохер в своей книге пишет, что был отложен вылет бомбардировщиков, которые уже были готовы взлететь. В небо взмыли немецкие истребители, и дальше началась бойня. Написано, оба военачальника немецких наблюдали за разгромом советов. Приводится какая-то такая недостоверная цифра 120 сбитых самолетов. Я вот посмотрел, на самом деле эскадры, которые участвовали в этих утренних боях, заявили приблизительно 50 побед. Чтобы сразу наши цифры сказать, участвовало 82 самолета Ил-2. Из них было потеряно 32 самолета. Возможно, что некоторые самолеты еще там сели на вынужденном посадке, но вот приблизительно порядок такой цифр. А истребителей сопровождения? Истребителей сопровождения было очень много, но тут их было приблизительно столько, сколько штурмовиков. Но надо понимать, что там еще очень большие группы были выделены на отсечение, на блокировку аэродромов. Эти группы встречали в воздухе немецкие самолеты, которые шли к линии фронта. В Рюксальте завязывались бои, уже непосредственно не относящиеся к этим налетам на аэродромы. То есть здесь я бы все-таки рассматривал именно наши штурмовые авиачасти. Ударом подверглось приблизительно 6 аэродромов. Значит, 4 аэродрома Харьковского аэроузла, и которые чуть севернее расположены. Это Микояновка, Померки, Сокольники. И, соответственно, аэродром Рогань-Основа. И плюс еще были удары по Краматорской и Бабарвенково. Но фонд 17-й воздушной армии не дает однозначного такого ответа, как там все происходило. В общем-то, мы можем присовокупить эти данные к тому, что была сделана попытка. Но правильнее именно в разрезе рассмотрения Курской битвы рассмотреть именно удар по Харьковскому аэроузлу. Вот эти все группы наши штурмовиков, они, в принципе, были порядка от 16 до 30 самолетов. Самая крупная группа была 292-й дивизии. И, в общем-то, эта 292-я дивизия, она наиболее успешно выполнила вылет свой. То есть их прикрывало 23 Як-1 под командованием будущего дважды героя Луганского. Они атаковали аэродром Сокольники. Единственными потерями были два столкнувшихся Л-2. На отходе немцы все-таки прорвались к штурмовикам, но данных о потерях нет. То, что были потеряны в этой группе самолеты, нет. Есть какие-то самолеты, отмеченные в оперсводках, которые сели на вынужденную посадку, порядка трех самолетов. Не совсем ясно, относятся ли потери к этой группе. Сказать абсолютно точно невозможно. Но никакого такого, так сказать, отрицательного бэкграунда после этого налета в документах нет. К сожалению, нельзя сказать, что про другие полки. Соседняя дивизия 266-я, она действовала группой 18 Л-2. Там была смешанная группа 66-го и 735-го штурмовых полков. И надо сказать, что до самого аэродрома Сокольники добралось, вернее, до аэродрома Померки, вернее, не Сокольники, Померки, добралось порядка 14 Л-2, потому что два столкнулись, двух потеряли на маршруте, две машины 735-го. И вот первая же четверка 735-го полка была полностью сбита. То есть уже когда подходили группы 66-го ШАП, они видели только раскрывшиеся парашюты. В общем, эта группа из 18 самолетов в общей сложности потеряла 10 машин. Я хочу сказать, что в документах тоже очень много сумбура. То есть где-то написано, что один летчик 735-го пристроился к группе 66-го, его потом сбили. В общем, разные есть описания. Но вот если вы читаете эти данные, то вот приблизительно такие потери. И еще одна штурмовая дивизия 2-й воздушной армии, 291-я, 241-й полк атаковал аэродром Микояновка. Значит, там было 18 Л-2. Там потери были не такие большие, 7 Л-2. То есть в первой группе две машины сбили, и во вторая лишилась уже пяти машин, к сожалению. Вот такая была картина налетов для 2-й воздушной армии, для аэродрома «Рогань-Основа» налет осуществляли две дивизии. Это 237-й полк 305-й штурмовой дивизии 9-го смешанного корпуса. И на аэродром «Рогань» атаковали истребители 295-й дивизии на Ла-5. По-моему, 164-й полк атаковал. Но то, что касается налета истребителей, он как бы выглядит совершенно замечательно. То есть подошли, сбросили бомбы, блокировали аэродром. Немцы пытались его деблокировать, вели воздушный бой, и он прошел очень успешно, без потерь. Только один самолет был поврежден. То есть здесь картина выглядит вроде как бы замечательно, но вот... Там с Комарохова летал? Нет, там с Комарохова не было, там другая группа летала. Второй момент – это то, что вылет именно 305-й штурмовой дивизии был наиболее трагичный, несмотря на то, что группа была усилена летчиками 175-го полка, опытными. Уже на подходе к линии фронта они встретили немецкие самолеты, которые шли в нашу сторону. В общем-то, у летчиков уже видно было понятие, что не успели. Потом они были атакованы истребителями немецкими. Соответственно, 31-й, по-моему, истребительный полк отражал эти атаки. Было сказано, что все замечательно. Но вот в смысле потерь, конечно, из 16 Ил-2 13 не вернулось. Первая восьмерка вернулся только один летчик на свой аэродром. И, соответственно, из второй группы вернулось только 2 Ил-2. Причем описывается, что самолеты последовательно попадали в зоны, где атаковались сначала немецкие истребители, потом попали под мощный загон в зенитный огонь зенитной артиллерии. И уже на отходе они подверглись нападению большого количества истребителей. И вот произошла такая ожесточенная схватка. Ну, в общем-то, наши летчики показали примеры мужества. То есть там действительно описывается, как они пытались помочь друг другу, как производили атаки на немецкие истребители. Но, к сожалению, вылет закончился именно таким образом. и как бы для того, чтобы, наверное, как-то снять горечь потерь, объявили, что там было уничтожено порядка 10 самолетов. По налетам, конечно... В воздушном бою, да, имеется в виду? В воздушном бою. Не в воздушном, а на земле. Да, на земле. Да, очень многие группы, они докладывали, что... В первом МАПе что-то записали? Ну, там были... Что-то Монофрейенко доложил, что все в порядке. Ну, да, там истребители, как обычно, надо понимать, что в истребительных овечтях, это, собственно говоря, хлеб, доклад о успешном бое. И вот надо понимать, что очень много документов времен Курской битвы, когда штурмовики докладывают о том, что их группа была либо брошена, либо оставлена при перелете линии фронта. Надо сказать, что часто истребители не перелетали линию фронта, они ждали штурмовиков около линии фронта. Зачастую такое случалось, потому что опасались зенитного огня. Вот. Соответственно, вот такие были потери. По немецким данным третья эскадра в основном отличилась. Там 30 самолетов, 52-я сбила 20. Если рассматривать вот этот эпизод с точки зрения дальнейших событий, то надо сказать, что у нас группировка Ил-2, если считать две воздушные армии, была приблизительно где-то за 680 самолетов. То есть 380 Ил-2 было в 17-й воздушной армии и 300 в 306, по-моему, было во 2-й воздушной армии. И, конечно, потеря 30 самолетов, она как бы горькая утрата, но не принципиальная. Но, с другой стороны, конечно, если посмотреть на потери 2-й воздушной армии и иметь в виду, что именно она потом основную тяжесть вынесла боев на Баянском направлении, надо сказать, что это были весьма серьезные потери. И, по всей видимости, эти потери, они оказались в весной моральный урон летному составу. Это безусловно. Вот. А немцы на земле потери-то понесли хоть какие-нибудь поигры? В списках потерь этих самолетов нету. То есть, в списках потери я не знаю, возможно, что есть самолеты, которые, как я говорил, запасные, возможно, они состояли как-то отдельно на балансе эскадр. Это вопрос неясный, я не могу точно сказать. Но, если смотреть просто список потерь, то потерь на земле практически нету. А в воздухе? Там был один совершил вынужденную посадку истребитель, но в условиях утренних сумерек, когда там, значит, мы видели, что сколько самолетов там было, два или три столкновения, некоторые докладывали, допустим, на Краматорской писали чуть ли не о 30 юнкерсах, которые удалось накрыть. Но это не выдерживает, конечно, критики такие вот победные реляции. Очень много допустим, вот на аэродроме Сокольники было сказано, что аэродромов нет, поэтому штурмовали ангары. Самолетов нет, да? Да, самолетов нет, штурмовали ангары, значит, штурмовали что-то накрыто маскировкой по краям аэродромов. В общем, атаковали то, что было, попадало в прицел, скажем так. В общем, если считать просто наши данные, то порядка 60 самолетов можно насчитать по донесениям. Если просто все тупо сложить, я извиняюсь за такое выражение, то получится порядка 60 самолетов, но это чисто канцелярский, так сказать, отчет. К реальности, по всей видимости, он не имеет никакого отношения. То есть, если немцы не уничтожили все документы, как считают многие наши, так сказать, любители истории авиации, то, соответственно, можно сделать только один вывод, что, в общем-то, превентивный удар не удался. И наоборот, атакующие понесли тяжелые потери. Тут, Михаил, дело в том, что для этого не надо какие-то хитрости выдумывать насчет подделки документов или специального уничтожения. Есть доклад генерального штаба Красной Армии. Я думаю, что это авторитетный орган. И там просто написано, что не застали уже немецкую авиацию. Не было, наверное, известно, что РЛС сыграло такую роль. Но, в принципе, я думаю, что отчету генерального штаба можно доверять. Потому что генеральный штаб такой орган, который это не политдонесение, это не показуха. А во сколько подошли они к есть информация, во сколько они удары эти наносили? Порядка где-то в 4.40 утра вот так приблизительно. То есть, они вылетели когда был рассвет и уже можно было вылететь с первыми... Я просто к тому, что у немцев первый удар бомбардировочный по-моему, как раз на 4.05 что ли было назначено. Ну да, у них в этом и закладывается в общем-то как бы основа этого, что были встречены группы. Но тут тоже надо сказать, что немецкие данные, вот то, что мы говорили, плохер, они тоже не совсем соответствуют. То есть, 120 и 50 побед, как было на самом деле, вроде бы отложен вылет бомбардировщиков, но в то же время встречают немцев уже в воздухе. В то же время немцы бомбят уже. Да, либо бомбят, либо... Знаем из донесения Советских Штей. То есть, получается, это именно такая картина несостыковки вот этих данных, но принципиально это ничего не меняет. То есть, если даже бомбардировщики вылетели вперед, или, допустим, это произошло только на аэродроме «Рогань», к примеру, то, где вот отличилась вторая группа, третья эскадра, то, в общем-то, все встает на свои места. Возможно, это не компьютерная игра, это не происходило как бы нажатием кнопки. Везде принимались разные решения. И, в общем-то, вот этот налет на аэродромы, он спровоцировал первую волну борьбы за господство в воздухе. Дело в том, что высылались значительные группы к линии фронта для отсечения немецких истребителей. И в итоге они встретили на своем пути подходящие немецкие группы бомбардировщиков. Завязались ожесточенные бои. И здесь надо сказать, что это вот старт, был дан старт таким вот феноменальным успехом 5-го истребительного корпуса Голунова. Мы об этом еще неоднократно скажем, но вот я считал по персводкам там где-то за первые 40 минут боя 22 сбитых самолета. То есть это очень много. За первые 6 часов сражения уже сбито 67 самолетов и там приблизительно из них 30 бомбардировщиков. А вот для зрителей наших надо сказать, что в оперсводках обычно наших авиачастей основные жертвы это одномоторные самолеты. Это либо истребители, либо пикирующие бомбардировщики Юнкерс-87. Такое видно условие боя. И вот этот пресловутый оверклейм, про который все говорят, он обычно в отношении двухмоторных самолетов не столь велик. По рассматриванию нами эпизоду он как раз достаточно велик. И в общем-то надо сказать, что за день записали там порядка 20 Юнкерсов 87-х, 25 даже больше Юнкерсов 88-х и 22 Хэнкеля 111-х. За весь же день 5-й истребительный корпус совершил в общем чудеса. Он сбил 118 самолетов противника. Но надо понимать, что он не сбил, собственно говоря, а заявил победы по возвращению из боевых вылетов. Мы увидим, что эти данные потом были учтены, мы про это еще скажем, когда будем подводить вот итог. Значит, 118 побед было, ну, пускай будет заявлено, да, 118, пускай будет такая. Я просто хочу сказать, напомнить, что 16-я воздушная армия претендовала там за день на 106 сбитых самолетов. Тут один корпус сбивает 118, второй корпус, второй воздушной армии, четвертый корпус подгорного сбивает 18 самолетов, то есть 118 и 17, 100 на 101 самолет больше. И 203-я дивизия, которая сопровождала первый шаг, она сбивает 12 самолетов. Вот можно себе представить, значит, такие вот замечательные цифры были выданы пятым истребительным корпусом. И надо сказать, что очень многие летчики, вот Беликов, Гулаев, Пак, особо отмечаются, Панин, вот эти летчики отмечены, как сбившие по 4 самолета. Мы будем говорить про подвиг Александра Константиновича Горовца, который сбил 9 самолетов, 6 июля считается. И вот я попрошу обратить внимание, что вот до этого выдающимся результатом было сбитие 4 самолетов. Это об этом прямо написано в опер-сводках. Обычно такие вещи не пишутся, но тут в опер-сводках особо отметили, что 4 самолета для наших ВВС, когда уничтожение каждого самолета считалось признанием профессионализма, здесь вот такая была порядок цифр. Все, мы сбили 154, опять заявили по нашей терминологии. По нашей терминологии сбили, а по, так сказать, если мы начнем сравнивать потери с противником, как мы с вами договорились, скажем так, да? Да. А вот, притом, значит, надо сказать, что потери нашей истребительной авиации были относительно небольшие, если мы вспомним, допустим, опять-таки сравним с Центральным фронтом, там у нас был потерян порядка, ну, из 98 самолетов приблизительно где-то, можно считать, 70-80 были истребители, то здесь вот у нас потери были не столь большие, то есть, у нас было порядка 40 истребителей, вся армия потеряла. То есть, вот эта компонента была не очень большая, но это неудивительно, поскольку летчики были более опытные, надо сказать, при всех недостатках, которые существовали в системе вот именно управления, прослойка стрелянных воробьев, сильных летчиков, конечно же, 8-й гвардейской истребительной дивизии и в 205-й, особенно 8-й гвардейской, был больше. Вот такая ситуация с борьбой за господство в воздухе, но тут надо сказать, что вот эти вопросы, сбил, не сбил, каково соотношение потерь в воздушных боях, они, на мой взгляд, зачастую неправильно понимаются, потому что мы говорим про наземную операцию и мы должны смотреть, ну, скажем так, сверху вниз, то есть, мы должны смотреть на наземные события. Или снизу вверх? Нет, снизу вверх это вот как раз смотреть на соотношение в воздушных боях, поскольку они как бы являются уже плодом вот этого. Надо понимать, что... Я бы сказал, побочным эффектом. Ну, я просто знаю, что этот вопрос популярен, и он обычно, когда рассматривают вот эти все вещи, забывают о ходе наземных событий, о том, что, вот, допустим, мы уже говорили, что у немцев порядка 65-70%, если не больше, это был удар на авиацию. И в этом заключалась основная как бы ее задача, то есть, в пробивании сокрушений советской обороны содействия наземным войскам. Истребители были важны, но, если, в общем, позволите такое выражение, это у них была своя война, скажем так, в большей степени. Но мы единственное напомним нашим зрителям то, что у немцев на этом, потому что это уже через лекцию было, многие не смотрели, кто-то, может быть, забыл, то, что тут у них было тоже, как и на Центральном фронте, четыре истребительных группы. Четыре истребительные группы, но эти группы, они исповедовали, скажем, другую философию войны, то есть, немцы, им не требовалась авиация для прикрытия, они в основном занимались блокированием, то есть, точечным блокированием каких-то районов, естественно, сопровождали свои бомбардировщики, но это сопровождение тоже не носило такого массированного характера, то есть... Но у них бы сил просто не хватило всех сопровождать. Это были такие вот как бы вылеты, то есть, истребительная авиация, она исповедовала свою, скажем так, философию. Исповедовали-то они свою, так сказать, эту самую, тактику, да, но там, где было нужно, господство оказалось в руках Люфтваффе. То есть, вот я сейчас работаю с документами тоже 52-й гвардейской дивизии, например, да, там посыл такой от наших сухопутчиков, то, что советских истребителей над нами нет, в бой с немецкими самолетами они не вступают. Немецкая авиация засыпала буквально позиции дивизии мелкими осколочными бомбами, там просто в каких-то невероятных количествах. И, собственно говоря, во многом успех вот этого прорыва эсэсовцев, он был обусловлен тем, что там огромное количество боевых вылетов произвели ударные самолеты. Ну и сейчас я согласен вот с тем, что ты сказал. Я просто хочу сказать, что мы сейчас рассмотрим несколько дней, и вот где-то, когда мы подойдем к 10 июля, там очень хорошая сцепка будет по поводу уже выводов, которые были сделаны на высшем уровне про действия истребительной авиации. В принципе, верно, и то, что мы говорили в прошлой передаче про Центральный фронт, здесь также действия немецких истребителей, они носили такой же характер. Хотя, надо сказать, что, опять же, в оперсводках 2-й воздушной армии за 5 июля отмечается, что немцы действовали нерешительно. Нет, конечно, таких слов, как трусливо, но действовали нерешительно, пассивно, и, соответственно, это вступает в противоречие с тем, что происходило. Я поясню, что вот ты вот сейчас сказал про 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию, значит, нашим зрителям надо пояснить, что немцы планировали наступление практически тремя танковыми корпусами. Значит, в Центре у нас действовал второй танковый корпус СС Хаузера, он действовал на наиболее выгодном с точки зрения немцев направлении на танкопроходимом, он был направлен в район Прохоровки. Это было изначально так уже замысленно, немцы предполагали наличие там больших танковых резервов и предполагали, в общем, что выйдя в этот район и уничтожив резервы, они фактически откроют себе дорогу к Абаяне и, соответственно, дальше на Курск. Ну, они, собственно, Абаянь-то не воспринимали как какой-то оперативный район для наступления? Через которую район Северное Абаяне. Ну, можно и так сказать. Вот. Значит, то, что второй корпус 48-й танковый, он должен был двигаться параллельно со вторым танковым корпусом и фактически прикрыть его левый фланг и в то же время попытаться смотать нашу оборону по возможности окружить наши части, обеспечить левый фланг вот именно танкового корпуса СС. И вот корпус Брайта, третий танковый, переправившись, он также его задача была более трудная, потому что они как бы не стояли на одном уровне с этими частями, но они также должны были обеспечить параллельно. Фланг. Надо сказать, что этот план немцам сразу не удался, то есть немцы имели успех на направлении второго танкового корпуса СС, а продвижение вот 48-го танкового корпуса и третьего танкового корпуса, оно задержалось по разным причинам. Действительно, 52-я гвардейская стрелковая дивизия, она приняла основной удар, первое время атаки отражались, где-то около 8-30 были прошены в бой пикирующие бомбардировщики, которые имели своей задачей подавить систему артиллерийского огня. в частности, был большой узел артиллерийский в районе Журавлиное, где стояла пушечная артиллерия. Если посмотреть на карту, вокруг места прорыва множество районов ПТО, вот это все было выкашено атаками немецких пикирующих, бомбардировщиков, в чем они производились в течение где-то получаса 40 минут. Естественно, было нарушено управление, и, собственно, уже к 10-30-11 часам оборона 52-й гвардейской дивизии оказалось прорвано. Еще какое-то время велись тяжелые бои, потом дивизия начала неорганизованный отход, ну, по понятным причинам, потому что был нанесен столь мощный удар. Наши истребители в это время прикрывали поле боя, была практически такая же установка, приблизительно где-то 30 истребителей имеют на поле боя, но я вот смотрел в решающий момент, там где-то было порядка 20 Ла-5 41-го 88-го гвардейских полков, и, допустим, известный летчик такой, как герой Советского Союза Павлов даже сбил два Хэнкеля, но, скажем так, это отдельные такие положительные примеры, события на земле говорят о том, что, к сожалению, здесь ничего сделать не удалось, и вот фактически немцам удалось захватить Березов, такой опорный пункт в 14 часов, значит, где-то к 17 была захвачена Быковка, и уже они вышли к концу дня ко второй полосе обороны, это в районе Козьму-Демьяновка, они подошли непосредственно к крупному узлу сопротивления Яковлева. Ты знаешь, короче, документы 51-й гвардейской стрелковой дивизии говорят, что они передовые отряды уже в 11 утра были, столкнулись с боевым охранением. Скажем так, я имею в виду основные силы, это понятно, были моменты, как мы увидим, что и колхозы комсомоли с 6 июля прорывались отдельно отряды. Но вот мы имеем в виду именно так обстановку по-крупному, то есть в этом смысле было очень напряженно. 48-й танковый корпус, почему он забуксовал? Ну, во-первых, у него, наверное, надо сказать, что были новые пантеры в танковой бригаде, они были, страдали детскими болезнями, как известно, зачастую глохли и попали на минные поля, еще перед противотанком и рвом попали под точный огонь нашей артиллерии. В общем, немцы через этот противотанковый ров где-то два наладили таких моста, куда пытались пропихнуть свои войска. Но, в общем-то, наступление не вышло с 48-го танкового корпуса, так как оно намечалось. Естественно, вровень с войсками 2-го танкового корпуса они выпустили их вперед, то есть не могли обеспечить левый фланг. Ну и добавили наши штурмовики. Первый раз были ПТАП применены 61-м штурмовым полком. По технологии эти бомбы применялись где-то эффективно с горизонтального полета со 100-150 метров, там 200 может быть. Но на фронте как бы с пологового пикирования под гром 30 градусов где-то с 300 метров обычно бомбардировали. Летчики были в восторге. есть отчеты, что 15 танков удалось сжечь. Всего же за первый день там порядка 78 танков было уничтожено. 48 первый штурмовой авиакорпус и 30 заявили штурмовики 291-й дивизии. Вот что касается корпуса Кнобельсдорфа, то есть его наступление как бы не получило того развития, которое немцы ожидали. второй момент это важный это то, что пытался корпус Брайта переправиться там река Северский Донецк и вот они пытались переправиться 6-я дивизия 7-я, 19-я. Почему это было важно? Как я уже сказал для поддержания правого фланга действия эсэсовского корпуса значит и возможного оттягивания на себя резервов. Но здесь ситуация сложилась двоякая, потому что наше командование по всей видимости понимало важность этого и в общем-то здесь работало очень много штурмовой авиации работал 9-й смешанный корпус с двумя дивизиями своей 305-й 306-й штурмовой и 290-я штурмовая дивизия 3-го смешанного корпуса. Плюс 17 вылетов было перенаправлено с точки первого штурмового авиакорпуса непосредственно с обаянницкого направления. Итоги значит вот эти атаки они были значит организованы таким образом, что разрешалось бить только по переправам и по западному берегу. У немцев там была крупная группировка зенитная. Вот по-моему как... Три дивизии. Да, три дивизии, как ты говорил, да. И соответственно истребители появлялись так часто в этом районе. Надо сказать, что это превратилось в сражение штурмовиков с зенитной артиллерией. Удалось взорвать порядка семи переправ. Ну, это по докладам летчиков. Понятно, что переправы находились под огнем не только штурмовой авиации, но и артиллерии. Но вот если брать наши отчеты, то порядка семи переправ. Большие были понесены потери, особенно семнадцатой воздушной армии. Соответственно, было потеряно, допустим, 305-я дивизия, она потеряла 15 самолетов. Еще 19 потеряла вторая, 306-я дивизии, и 290-я тоже 16. То есть порядка 50 самолетов было потеряно. Я напомню, что всего семнадцатая воздушная армия потеряла за день 76 самолетов. Вот. 50 было потеряно над переправами. Но вот это так сказать жертвы, они, наверное, того стоили, потому что немцы частью не могли переправиться, частью начали переправляться на лодках. А там есть такой эпизод, когда переправили тигры, они попали на минное поле. В итоге надо сказать, что ситуация там ухудшилась. И она привела к тому, что в конце концов 6-ю танковую дивизию, которая у старого города переправлялась, ее вообще сняли, поставили в тыл 7-й танковой дивизии. Они тогда наступали в районе Генераловки. Вот этот разрыв между 2-м танковым корпусом СС, его клином, и 3-м танковым корпусом, он еще больше увеличился. Ну да, кстати, очень важная была ситуация. Это важный момент, да. важный момент. Но вот я бы хотел обратить внимание, что это было достигнуто ценой больших потерь, но в то же время сыграло нам на руку. Что касается нашей ударной авиации, надо сказать, что использовался активно в первый день первый бомбардировочный корпус, было выполнено 115 самолетовылетов. Бомбардировщики П-2, в отличие, вот тут часто пишут, что они бомбили с пикирования, на самом деле первый бомбардировочный корпус, он до начала Курской битвы проходил сколачивание, очень большие были проблемы, и Полбин, конечно, очень здорово отмечается его большая положительная роль в том, что ему удалось создать боеспособные соединения. Потери в этих вылетах дивизии, в основном они действовали, как я сказал, горизонтальные бомбардировщики, были порядка 15 П-2, еще один П-2 там сел на вынужденную посадку, на 115 вылетов где-то 7, на одну потерю 7 вылетов достаточно такой тревожный показатель, и надо сказать, что, почему мы про это говорим, потому что не вяжутся эти данные, вот я уже упоминал, что наши оперсводки, они упоминают о том, что немецкая истребительная авиация действовала пассивно. В то же время есть сведения, опять-таки, из наших оперативных документов, именно оперативных, что немцы во второй половине дня поменяли тактику, стали появляться большими группами по 30-50 самолетов, которые блокировали районы подхода наших ударных самолетов. И получилось таким образом, что вот эти группы первого бомбардировочного корпуса, они провели несколько очень ожесточенных воздушных боев, и здесь действует та же арифметика, та же логика, про которую мы говорили в предыдущей передаче. Значит, ударные самолеты сильны тогда, когда они действуют единой группой, когда стрелки прикрывают всю группу, вот в частности, по-моему, 82-й гвардейский бомбардировочный полк, есть эпизод, когда девятку там атаковало, по-моему, около 20 мессершмиттов. Несмотря ни на какие повреждения самолеты держались вместе, в итоге был сбит один бомбардировщик. В другом же случае, вот 854-й полк, он уже, к сожалению, потеряли взаимодействие, группа растянулась, шесть самолетов было сбито. Это вот, так сказать, чтобы представляли саму технологию вот этой войны, что все зависело именно от дисциплины и от возможности как бы держать себя в руках, можно сказать, даже от морального фактора. Второй важный момент, который надо отметить, что в середине дня принимается решение на фоне успехов как раз эсэсовского корпуса, вот это взятие опорного пункта Березов, устремление немецких войск к космодемьяновке и продолжение налетов немецкой авиации, принимается решение корпус, 4-й истребительный авиакорпус Подгорного снять с сопровождения 1-го бомбардировочного корпуса и использовать для борьбы за господство в воздухе. Вот эта вот ситуация, она в последующем много раз обсуждалась и вот собственно Генштаб признал ее уже в конце операции неудачной, посчитали, что было плохое планирование, что при правильном планировании можно было обеспечить действия бомбардировщиков и действия по прикрытию наземных войск. И я напомню, что опять-таки сравним с Центральным фронтом, на Центральном фронте у нас было 3 бомбардировочные дивизии, которые сыграли весьма заметную роль. Здесь же было 2 бомбардировочные дивизии, они были выключены до 12 июля из боевой работы. Они совершали отдельные вылеты, есть данные о том, что там около 20 вылетов 8 июля, было сделано 13, по-моему, 7, но это были частью вылеты на разведку, частью вылеты ночью под каким-то там единичным целям. Вот массированной используемой бомбардировочной авиации у нас до 12 июля не было. В итоге штурмовая авиация осталась у нас единственным компонентом ударной. Это надо понимать, и надо понимать, что больше 240 вылетов до 12 июля наша ударная авиация не совершала. За день, кроме 8 июля, когда там цифра почему-то 328, возможно, там было получено какое-то пополнение Ил-2. Единственный день, который выбивается, это 8 июля. Вообще обычно 214-220 самолетов вылетов. Мы будем говорить, мы увидим, что... Это обе армии, да? И вторая? Нет, мы говорим только про вторую воздушную, потому что 17-й это все-таки как бы отдельный разговор. Почему я про это говорю? Значит, за первый день сражения немцы совершили 2400 самолетов вылетов. Ого, ничего себе! Это которые пассивно действовали, они, да? По нашим данным? По нашим данным, во-первых, там было про истребительную авиацию, но 2387, я буду округлять несколько цифр, чтобы они легче воспринимались, порядка 2400 самолетов вылетов и почти более 1900 самолетов вылетов это была ударная авиация. 1071 вылет Юнгерса 87, 500 из них 84 вылета это 77 эскадра, на 100 вылетов меньше эскадра Эмельман 2, значит, 536 вылетов бомбардировочной авиации и 330 штурмовая. Вот вы можете представить, о чем идет речь. Значит, если сравнивать с нашими, у нас 1700 вылетов против 2400, но только 374 вылета ударной авиации. Я бы очень хотел обратить внимание наших зрителей на этот план. Очень часто, говоря про воздушную войну, все скатывается к обсуждению этих вопросов, кто больше сбил, смог Хартман сбить 350 самолетов, не мог, врал Рудель, не врал. Вот такие вопросы, они историческими не являются в данном контексте. Я бы даже сказал, что соотношение вот этих потерь в воздушных боях не столь важно. Прошу оценить, что на 1900 вылетов ударной авиации мы ответили 380 вылетами. И причем это машины, которые несли гораздо меньшую бомбовую нагрузку. Да, это второй момент, да, правильно, Михаил, это действительно так, плюс, то есть, в пять раз было привозено. Важно понимать, что именно здесь бился нерв, скажем так, суть событий. Потому что, если вы, допустим, не доверяете документам, которые раскопали историки, не доверяете, допустим, данным немецким, которые сохранились, посмотрите на общий ход событий. Он говорит сам за себя. То есть, в пять раз выше активность авиации, уничтожение противотанковой и пушечной артиллерии, которая, в общем-то, артиллерия, как мы знаем, это основа была обороны в любом случае, нарушение связи и, собственно говоря, фактически разобщение этих наземных подразделений и пробитие там, допустим, 15-20-километрового коридора. Вот в чем заключается суть вот этих происходящих событий. Как метко заметил Валерий Николаевич Замулин, немецкая авиация буквально прожигала оборону. Да, немецкая авиация использовалась наравне с артиллерией, скажем так. Совершенно согласен. То есть это была одна из таких компонент, которая позволила, мы увидим, что на протяжении до 16-го июля будут наноситься эти удары, но некоторые даты будут выпадать, там были моменты небольшой активности. Опять-таки хочу обратить внимание, что это не умаляет заслуг наших летчиков. То есть пилоты вылетали на боевые задания, делали то, что могли, но решение командования было посадить первый бомбардировочный корпус фактически на аэродромы и то, что та группировка, с которой мы остались, уже не могла противодействовать немецкому. Даже в каких-то порядках она уже не могла. Еще там 250 вылетов штурмовиков, каждый из которых несет по 300-400 килограммов бомбы, а у противника летает грубо возьмем тысяча самолетов, которые несут по тонне. Ну, образно, опять же, скажем так. Да, вот это очень важный вопрос, его надо понимать. Вот, значит, если перейти к следующему дню, то история со вторым танковым корпусом повторилась уже в отношении 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Они атаковали вот с рубежа Яковлева-Лучки и Тетеревина. Опять-таки, повторился все тот же сценарий. нанесение массированного бомбоудара, подавление выявленных позиций артиллерии, нарушение связи, что не менее важное оказалось, и, значит, прорыв к 12-ти часам обороны 51-й гвардейской стрелковой дивизии и неорганизованный отход в тыл. И, что самое главное, что немцы вышли на простор, и за день вот это большое продвижение, в частности, вот в работе Замулина указывается, что прошли они порядка 20-ти километров за этот день, это достаточно большой показатель. Вторым таким моментом стало то, что немцам удалось, надо понимать, что вот этот ударный танковый клин, он был достаточно узкий у немцев, и поэтому одна из задач было его как-то расширить и попытаться нашу оборону окончательно расшатать. Поэтому вот куда успешнее действовал 42-й танковый корпус, при подаче эсэсовских дивизий ему даже удалось частью окружить стрелковой части 67-й гвардейской, некоторые части 52-й гвардейской стрелковой, 48-й, я оговорился, 48-й, да, танковый корпус, вот они окружили частью эти стрелковые дивизии, которые до 7-го числа выходили. Значит, если говорить про нашу опять-таки истребительную авиацию на второй день сражения, что произошло, сохранился вот этот безудержный рост заявок на победы. То есть несколько уменьшилась, конечно, вот эта вот замечательная тенденция, допустим, если разделить количество боев на сбитые самолеты, то 5-й истребительный корпус сбивал 2,5 самолета в одном вылете 5-го июля и, соответственно, 1,7 самолета в второй день. Слушай, ну а вот давай все-таки немножко вернемся к тому, что любит большинство людей, оценивают все-таки вот эти 150 заявленных сбитых немецких самолетов за 5-й июля, сколько немцы реально в воздухе потеряли? Реальные потери можно оценивать по-разному. Вообще в списке, если брать, то по дневнику 8-го авиакорпуса и по 100-процентным потерям это 19 самолетов. Но реально, если смотреть допустим в процентном соотношении от 40 и выше, то это приблизительно 39 самолетов. Ну здесь все знают эту казуистику, что какие-то самолеты, непонятная их судьба, то есть каннибализировались эти самолеты поврежденные или наоборот водились в строй. Мы еще скажем про немецкую систему вот этого учета потерь. Я могу только сказать, что выборочно по протоколам допроса пленных зачастую летчиков, которые попали в плен немецких, спрашивали, каковы ваши потери. И в принципе одним из таких можно сказать аргументов в пользу вот этих пресловутых данных генерал-квартирмейстера, что они часто очень совпадают. В частности для третьей группы третьей эскадры, для семь седьмой эскадры вот эти данные опять-таки я говорю выборочно я сравнивал. В принципе они либо отличаются совсем на немного, либо полностью совпадают. Ну то есть мы можем сказать, что допустим грубо округлим 20 самолетов они потеряли полностью в этот день 5 июля. Я бы сказал, что они потеряли порядка 39 самолетов все-таки. Даже не с поврежденными? Нет, там еще были поврежденные помимо этого. То есть у нас потери были... Все хотят туслы, ты пойми правильно, все хотят туслы, вот сколько сбили наши летчики, чтобы упало у нас на территории. Я хочу сказать, что очень во многом... Вы эту цифру не узнаете по той простой причине, что очень многие самолеты, ну, как бы причиной гибели она указана, допустим, возгорание двигателя или, допустим, аварийная посадка. В результате чего это было произведено, понимаете, в масштабах такого сражения я бы сказал, что это неподъемная работа. просто взять оперсводки всех наших частей и пропустить через них в условиях того массированного применения авиации, которое было, это практически нереально. Потому что если даже посмотреть по графику патрулирования наших самолетов, то видно, как одна группа подходит, вторая выходит из боя. Часть группы вышла, часть продолжает бой. Какие-то самолеты уходят, их догоняют, вновь подошедшиеся, самолеты. Надо понимать, что это было массированное сражение и вот такого однозначного ответа дать нельзя. Возможно, к сожалению. Хорошо, есть там данные у немцев, что в воздушных боях сбито там 10 самолетов. Нет, у них есть данные, что потеряно 19 самолетов, вот будем ориентироваться на это. И энное количество повреждено, ну, грубо, еще там 40, да? Ну, нет, чуть-чуть поменьше. Наши, кстати, потери, вот за 5 июля мы не сказали, 83 самолета потеряла. Вторая воздушная армия, 23 поврежденных, плюс 23 поврежденных. И 76 потеряла 17-я воздушная армия. Но эта цифра должна по оперсводкам, потому что у 17-й воздушной армии есть отчет за июль. Она участвовала в двух операциях. И, собственно говоря, вот такого деления нет. Но, в принципе, 76 самолетов, как я уже говорил, основная масса это штурмовики. А штурмовики отличаются тем, что часть из них находили на своей территории, часть отдавали в ремонтные органы, часть пытались восстановить. То есть, здесь вот такая игра в очки не проходит. То есть, надо понимать, что это, опять же, не какая-то компьютерная игра, где там какой-то учет ведется, а это именно отношение к матчасти как к расходному материалу. То есть, есть возможность восстановить самолет? Нет. В пятом, кстати, истребительном корпусе тоже были организованы группы, которые выезжали очень, не хватало, когда самолетов находили, значит, транспортировали свои части и пытались восстановить. То есть, вот этот был популярный такой род деятельности. 6 июля у нас резко возросла активность нашей штурмовой авиации именно в плане уничтожения танков. Если 5 июля доложили о 78, то уже 6 июля 172 танка было. Молодцы. Да, то есть, в последующем это даже вызвало, значит, приблизительно 8 июля это вызвало проверочные вылеты офицеров штаба 2-й воздушной армии, летали, проверяли, но, в общем-то, сошлись на том, что эти данные являются действительными. Ну, что здесь можно сказать? Понятно, что в условиях боя, когда стреляет артиллерия, налетает авиация, сейчас, конечно, разобраться в том, кто получил какую дырку, откуда, практически невозможно. Хотя, в общем-то, пленные говорили, что были и удачные налеты авиации. То есть, где-то посередине лежит вот эта истина. Соответственно, какая-то была эффективность, но не всегда, не везде, и на общую обстановку, опять-таки, вот такое количество самолетовылетов, маленькое, которое совершилось, вот 6-го, допустим, выполнили там порядка 237 вылетов, да, то есть, это количество было достаточно малое для того, чтобы что-то сделать с данной группировкой немецкой. А танков 176, да, заявили? Да, танков 176. Есть данные немецких реморганов, такие промежуточные повреждения танков, которые находились на рем, так сказать, в этих базах немецких. Там, в общем-то, повреждения от авиации, оно, как бы, ну, имеет такую статистическую погрешность от действий. То есть, в основном, там мины, потом артиллерийский, естественно, огонь, ну, и вот там все остальное это уже вот какие-то там небольшие. Не совсем ясно, могли ли они правильно идентифицировать, но, да. По подвеске, короче, если так скажу, большинство повреждений. Ну, что можно сказать, что 2-я воздушная армия, она, в общем-то, потеряла 22 Л-2, в общем-то, относительно небольшие потери. Продолжались вылеты 1-го штурмового корпуса в полосу 7-й гвардейской армии, шумело несколько вылетов. Напомню, первый день было 17 вылетов, во второй, да, день таких данных нет, но, я думаю, что не больше этого количества, потому что основные цели были, конечно, перед фронтом 6-й гвардейской армии. И, опять-таки, надо констатировать, что немцы имели значительное преимущество в ударной авиации 1686 вылетов, почти 1700. 1300 ударная авиация, вот, считайте, у нас 237. 1300 против 237. Вот эта тенденция, к сожалению, она сохранялась при восходстве немцев в самолетовылетах, но зато у нас было 576 вылетов истребителей, как мы уже сказали, они продолжали наращивать вот эти заявки на победы. Надо сказать, что к вечеру 7-го июля уже у командования возникли некоторые сомнения в эффективности. мы об этом сейчас скажем, я просто как бы предваряю вот этот вот, так сказать, диалог, потому что действия авиации надо понимать, что оценивались по дням и по той обстановке, которая складывалась, и по тем отзывам, которые приходили из частей. Значит, еще один важный момент за 6 июля, надо сказать, что Ватутин, он был, как я уже говорил, такой сторонник наступательных действий перед Курской битвой, вот мы видели его роль в ударах по аэродромам, и, в общем-то, в событиях остальных, вот именно контрударов наземных, он также придерживался такой активной стратегии. Соответственно, 6 июля, это первый день, когда двумя корпусами, вторым гвардейским танковым, пятым гвардейским танком был нанесен удар во фланг вот этой группировки немецкой, корпус Бурдейного, второй гвардейский танковый, он более-менее удачно, в районе реки Липовый Донецк, там они переправились, продвинулись, имели продвижение, но потом к вечеру вывели. А вот пятый гвардейский танковый корпус Кравченко... Он более удачно не понес потери, короче. И не понес потери, и, в общем, действовал достаточно удачно, да. А вот пятый гвардейский танковый корпус, к сожалению, фактически был брошен в район Калинин, фактически в лоб атакующим немецким частям, вот это вот атаки в лоб, уже вот даже после Курской битвы сам Ватутин признавал, что это были ошибки, в частности, вот эти контрудары и 6-го, и 8-го июля. Тут же надо понимать, что они же не понимали, что они едут на Прохоровку, они думали, что они едут на Баянь, поэтому думали, что бьют-то во фланг им. Ну, как бы там ни было, вопрос заключается в том, что вот это лобовое применение, оно, в общем-то, имело негативные последствия, и корпус Кравченко, несмотря на героизм, во-первых, он попал под массированный удар авиации. Это вот первый такой момент, когда его пехотные части и танки подверглись массированной бомбёжке при полном отсутствии практически прикрытия. Вот этот неорганизованный... Так, а ты же говоришь, 500 вылетов истребителей было. Ну, 500 вылетов истребителей, основная масса – это было как раз районное действие 48-го танкового корпуса и 2-го танка. Значит, то, что касается почему-то действий на северном фланге, там каких-то особых действий истребителей не отмечено. А как же Горовец тогда? Горовец, мы сейчас скажем, он, скорее всего, в полосе 1-й танковой армии. Я вот посмотрел сейчас где-то... Я предполагаю, что это был 3-й механизированный корпус в районе Дмитриевки. Но мы ещё сейчас скажем про этот момент. Ну, вот первый такой опыт применения против танков – это вот именно против 5-го гвардейского танкового корпуса. И, в общем-то, попал он в окружение частью силы. И только к рассвету 7-го июля они смогли выйти, к сожалению, уже потрёпанные. Что делалось на переправах? Соответственно, потери 17-й воздушной армии также уменьшились. Из 27 самолётов они потеряли 22 Л-2. Но, в общем-то, надо сказать, что немцы уже вгрызлись в Восточный берег. Несмотря на то, что, соответственно, 6-ю танковую дивизию перенесли за боевые порядки 7-й танковой дивизии, и, в общем-то, это было, скажем так, отступлением от их плана, вот этот, так сказать, нарыв, плацдарм, он стал расти. Потери были относительно, можно сказать, небольшие, но вот тут надо, наверное, вернуться к вопросу подготовки, потому что основные потери над переправами понесли 305-я и 306-я дивизии. Это 9-й смешанный авиакорпус. Он отличается тем, что вот в мае 43-го года его не хотело принимать командование 17-й воздушной армии. Не хотело принимать из-за крайне низкой подготовки лётчиков-штурмаяков. Фигурирует цифра, что некоторые лётчики, если достаточно значительное количество, имели 3 часа налёта. На Ил-2 именно имеется в виду. Да, я имею в виду Ил-2, потому что надо понимать, что зачастую, когда говорят «малый налёт», это не значит, что ты слетал 2 часа на У-2, а потом 1 час на Ил-2. Обычно первичная подготовка, она всегда занимает достаточно много. И по её результатам уже лётчиков распределяли по рангам. То есть сначала шла истребительная авиация, потом бомбардировочная, и штурмовая уже была в третьей в этом разряде. И вот эти 9-й смешанный корпус не хотели принимать. Есть отчёты генерал-инспекторов, которые, в общем-то, этот вопрос каким-то образом разруливали. Было принято соломонное решение, что корпуса были отведены и произведена подготовка. Но я вот просто хочу сказать, что за первые 3 дня боёв потери были, в общем-то, очень значительные. То есть 305-я дивизия потеряла 45 самолётов и 306-я – 59. Опять же, я хочу напомнить, что речь идёт про Ил-2. То есть какие-то самолёты в оперсводках написано найдены на территории. Но, опять же, надо понимать, что на балансе частей важны были исправные самолёты. То есть то, что самолёт сел и такое замечательное, что он выдержал попадание, сохранил экипаж – это, конечно, плюс. Но в смысле уменьшения количества боеспособных самолётов, понятно, что эти соединения, они достаточно серьёзные, значит, боевой их потенциал был уменьшен. Мы видим, что практически на две трети они сточились за два дня. Да, их уже с 7 июля, их сняли, 7 июля, по-моему, было последнее, их заменили на 5-ю гвардейскую штумовую дивизию 1-го смешанного корпуса. Кстати, 290-я дивизия, она тоже достаточно большие потери понесла. За этот период порядка 38 самолётов. Ну, это за весь, по-моему, июль. А вот 5-я гвардейская, она за весь июль потеряла 25 самолётов. Вот можно смотреть, что опять же здесь действует вот этот принцип, где более опытные экипажи, где более опытные ведущие, где больше работа низовая с лётным составом была, вот эти группы теряли меньше. В два раза, в три раза мы это видели даже по истребительной авиации 16-й воздушной армии. То есть надо понимать, что вот июль 43-го года – это очень тяжёлое время, но это было сочетание частей, которые уже могли вести бой на равных с немцами, и частей, которые вводили в строй, где была масса молодых пилотов, которые, в общем-то, так сказать, для весу были созданы. И понятно, что для всех одной краской мазать невозможно. Надо видеть и положительные стороны, которых, к сожалению, было меньше, и отрицательные, в общем-то, которых было достаточно, предостаточно. Ну, кстати, не только в авиации, в танковых войсках. Если почитать работу Валерия Замулина, это видно очень хорошо, что примеры грамотного использования и тут же примеры разгильдяйства и, в общем-то, пренебрежения долгом. Надо понимать, что картина всегда была сложная в этом смысле. Надо сказать, что по потерям, потери общей стали 78 самолётов, 50 потеряла 2-я воздушная армия, 28 – 17-я воздушная армия. Надо сказать, что потери наши снизились в два раза. Мы помним, там порядка 160 самолётов было у нас потеряно в первый день. Сбито. В основном. Скажем так, да. Включая невернувшиеся. Надо понимать, что то, что дано по персводкам, потом уточнялось. Допустим, в 291-й дивизии зачастую говорится, что там вернулся один экипаж, два экипажа на своём самолёте сели, не на тот аэродром. В общем, случаи были очень разные. Здесь нет какого-то такого правила. Понятно, что это боевые действия. Понятно. Мы ещё понимаем, что были подбитые самолёты, часть которых также могло быть списано. Да. Значит, соответственно, немцы... Опять же, уровень их потерь был, конечно, ниже. 7 они списали стопроцентно. Ну, вот если брать от 40 и выше, то порядка 16, всего 28 самолётов. Такой порядок цифр. А наши истребители, прости, ещё раз напомню, сколько заявили всего? Ну, 60 заявили 5-й истребительный корпус, 17 заявил 4-й истребительный подгорного. И там порядка, по-моему, 5-й заявил 203-я дивизия. Ну, в общем, там ещё сбивали штурмовые авиадивизии. Понятно. Избивали зенитчики ещё, заявляли. Нет, нет, нет. Вот если брать именно авиачасти, то там порядка где-то 106, по-моему, побед. Да, то есть... Вот. Но понятно, что мы когда говорим, вот этот вопрос, чья авиация была лучше, вот стандартный этот вопрос, он как бы нас подвигает к тому, чтобы все потери списывать на воздушные бои. Естественно, это было не так. Понятно, конечно. Зачастую... И это работает и в сторону Люфтваффа, и в сторону ВВС Красноярка, соответственно. Я просто хочу сказать, что я в своё время как-то разговаривал с одним пилотом, ветераном. Его сбили в 1944 году над Южной Украиной. И вот я помню, я его спросил, говорю, как вас сбили? Он говорит, я не знаю, самолёт загорелся. Возможно, это была зенитка, возможно, это были истребители. Когда он загорелся, я уже не стал смотреть. Надо понимать, что вот эти моменты, они, в общем-то, надо учитывать, когда мы говорим про потери. Ну, вот настал, наверное, период про Александра Константиновича Горовца сказать. Если кто не знает, я просто напомню, что Александр Константинович Горовец – это такой пилот, который сбил в одном бою 9 самолётов, что является для наших ВВС абсолютным рекордом. Были у них, значит, в разных ВВС других, и в Люфтваффе, и у американцев другие рекорды. Но вот у нас такой рекорд – 9 сбитых самолётов. В общем-то, что можно сказать? Поэтому, во-первых, я специально не исследовал этот вопрос прямо, он не являлся предметом моего такого пристального внимания. Но, конечно, обойти его было нельзя. И когда мы говорим про подвиг, у нас, особенно вот в нашей стране, даже просто попытка опубликовать документы, любые, она, в общем-то, может быть, зачастую расценивается как попытка как-то очернить или принизить. Очень сильный заряд именно вот этих таких тенденций, что вот герой, значит, его подвиг не зыблем, и мы его, значит, как бы принимаем так, как он есть. Поэтому вот я бы хотел сказать, что именно в отношении Горовца я те документы, которые нашёл, вот я по ним свои соображения привёл и опубликовал. Возможно, есть ещё какие-то документы, и если кто-то будет исследовать, то это только в плюс. Значит, суть дела в том, что Горовец, в общем-то, не являлся таким уж, не имел большого счёта, он имел две личные победы, две в группе, вот, имел орден Красного Знамени, ну, в общем, такой хороший средний лётчик советских ВВС, вот образца 43-го года. Он не вернулся из района Дмитриевка. Возможно, это вот, как я уже говорил, туда выдвигались части 1-й танковой армии, возможно, что это вот третий механизированный авиакорпус, механизированный корпус, не авиакорпус, конечно, просто корпус. Вот. Обстоятельства боя таковы, что группа вернулась из боевого вылета, он из боевого вылета не вернулся. И в оперсводках на него нету, в оперативных документах нету данных о том, что он сбил 9 самолётов. Ни 6-го июля, ни 7-го, ни 8-го. Такие данные не появляются. В оперсводке 8-й дивизии, я вот недавно её брал, смотрел, мне там попросили другие моменты. Я специально взял именно эту оперсводку, посмотрел. Там написано, что лейтенант Горовец не вернулся из боевого вылета. Всё, точка. Там ничего не сказано вообще ни про бой, ни про сбитый. Там ноль информации просто. Да, значит, вот он не вернулся. Соответственно, 9-го июля уже в политдонесениях, языком политдонесения сообщается о бое, как там написано, советского богатыря, который в воздушном бою сбил 9 немецких самолётов. Со слов наземных войск. Да. Которые не названы, к сожалению. Да, вот это одно из направлений исследования, установить, кто же подал эти данные. Если говорить её объективно, то надо сказать, что за 6 июля частями 2-й воздушной армии сбито 32 Юнгерса-87. Заявки, как говорится. Заявки, да. Да, заявки. 32 Юнгерса. В частности, сама дивизия Горовца-16, соседняя дивизия-11, и вот корпус подгорного 5 самолётов. То есть, 32 самолёта заявлено этого типа. Если мы прибавим ещё 9 самолётов, сбитых, засчитанных Горовцу, то это будет уже 41. Значит, немецкие потери. 11 Юнгерсов-87 было потеряно. Но... Ты зря вот так говоришь. Наши многие зрители скажут, вот Горбач сказал, что потеряно 11 Юнгерсов-87, значит, их сбили. Я хотел уточнить, что из этого 11, вот, значит, 5. Просто, знаешь, ещё у людей диссонанс в головах происходит, от того, что я пытался, я целую передачу делал, о специфике учёта потерь сторон. Но я вижу по комментариям, что большинство людей это не может понять решительно, понимаешь? Поэтому, когда ты говоришь «потери немцев», все это воспринимают, что это всё. Вот всё упало и пропало. Нет, я просто хочу сказать, что из 11 самолётов Юнгерс-87 имели степень повреждения больше 60%. Это опять люди не понимают. Люди тебе скажут, что ты говори проще, сколько сбили и сколько упало, чтобы вообще в дребезги. Если самолёт прилетел на свой разрыв. Хорошо, будем считать, что в дребезге было сбито 5 самолётов. Из них вот 3 истребителями было сбито и 2 зенитной артиллерии. Среди повреждённых, то есть менее 60%, 2 было сбито истребительной авиацией, 3 зенитной, и 1 был на вынужденном посадке. Непонятно. Причём надо отметить, что это из разных подразделений самолёт. То есть это не из одной группы, даже скажем так. Скажем так, основные потери понесла эскадра СТГ-77 с большой долей вероятности, что именно с ними вёл бой Горовец. Значит, он вообще вёл бой, скажем так. Ну, мы этого не знаем. Вопрос заключается в том, что вот второй документ, который есть оперативный из отчётов дивизии, где он служил, он описывается наиболее подробно. Это наиболее такое подробное описание, где написано, что два самолёта лётчик сбил, два от него шарахнулись, столкнулись между собой, и, значит, остальные встали в круг. Возможно, они не поняли, как были потеряны те четыре, и, значит, были сбиты на вертикальном манёвре. Вот такое есть описание боя в документах 8-й гвардейской истребительной дивизии. Это отчёты, да, в последующем? Да, это в последующих отчётах есть. Это единственное вот такое реальное сочетание. Значит, вот сумма из двух таких вот, из этого документа, из немецких потерь, и, соответственно, третье – это вот эти 32 юнкерса, которые были заявлены, которым надо было прибавить. Конечно же, выглядит этот случай не совсем достоверным, прямо с Клажем, потому что, в общем-то, вот этот оверклейм, про который все говорят, здесь очень высок. Мы видим, что, при том, что значительное количество было сбито ещё, отнесено к зенитной артиллерии. Да, опять же, зенитки тоже что-то заявляют. Да, и даже если взять и все 11, даже отнести, что немцы приписали зениткам всё это списать на истребители, очевидно, что в данном случае всё равно вероятность будет не такая, как, в общем, может быть, многим хотелось бы. Другой момент. Я, может быть, отвлекусь и скажу какую-то такую вещь, не относящуюся, в общем-то, к историческим. Во большом счёт, на мой личный взгляд, не столь важно, сколько человек сбил, потому что погиб за родину, человек не побоялся вступить в бой, скажем так, с девятью самолётами противника, и был сбит истребителями. Известно, что останки героя были обнаружены уже после войны, перезахоронены. То есть, я могу сказать, что здесь, наверное, скорее должен быть человеческий фактор отношения к этому, потому что в противном случае вот такого бездушного манипулирования данными это будет просто как бы... Поддержу тебя абсолютно. Я согласен с тобой на сто процентов. Я уже не раз высказывал мысль на то, что перенесение вообще любого эпизода связанного или там сражения, или какого-то боя, связанного с именно историей сражений военно-воздушных сил именно в плоскость набивания щитов асов. Это, конечно, чушь полная, которая, к сожалению, опять же, уже сложилась в историографии, особенно вот в суровые 90-е годы. И большинство населения не может перестроить свою голову, вот кто хоть как-то интересуется этим. Поэтому бытует вот такое вот расхожее мнение. Если же мы будем всё переводить, опять же, к тому, о чём мы с тобой начали, о том, что ты начал говорить, к вопросу боевой эффективности, всё, во-первых, станет более спокойным, скажем так, обсуждение, да, и всё более уйдёт в конструктивную плоскость о том, о чём мы опять уже говорили на предварительной рекции. И сегодня ты уже упоминал о том, что сама подготовка лётчиков военно... Ну, не только лётчиков, вообще лётного состава ВС Красной Армии, она была на порядок хуже, чем подготовка Люфтваффе. Поэтому, когда мы видим там энное количество боевых вылетов Люфтваффе, да, и гораздо меньше вылетов советских штурмовиков, допустим, да, и мы видим, как бы, как это сказывается на действиях танковых войск, да, когда советские танковые войска теряют гораздо больше машин, в том числе и от немецких самолётов, что самое интересное, это, опять же, есть в советских документах, ты, наверное, чуть скажешь про это чуть попозже, да, я закончу тогда мысль про, собственно, Горовца, да, и про героев вообще. И когда вот мы... Это, к сожалению, это начали делать ещё вот тогда на фронте, политорганы, ради пропаганды, понятное дело, что когда происходил бой 6-го числа, да, ну, и все события 6-го, 7-го, 8-го, там, 10-го, 12-го, да, 11-го, когда немцы рвались вперёд, когда они переналовали наши стрелковые и танковые части, да, и в воздухе висели их эти эшелоны, этих юнкерсов, да, когда там по две тысячи боевых вылетов они выполняют, там, ударные машины, по тысячу боевых вылетов. И всем понятно, что вот такое происходит. Понятен посыл политорганов, которые говорят, вот смотрите, вот такой прекрасный человек, он дрался до конца, он сбивал самолёты и погиб в воздушном бою. Вот ваша задача драться, сбивать и погибнуть в бою, но не отступать. Я это могу понять. Тут другой вопрос, зачем, так сказать, впоследствии, после уже начали вот это всё пропагандировать ещё больше, понимаешь, именно в советской уже пропаганде. На мой взгляд, это вот, что история там, ну, истории 41-го года, не будем, так сказать, уже называть, потому что уже набило оскомину, да, что история там про другие всякие героические события, да, оно, ну, оно немного, ну, вызывает некий такой десант. Потому что мы прекрасно знаем, что периодически и в 42-м, и в 43-м, и в 44-м, и в 45-м году были приказы там по воздушным армиям, и не только по воздушным, мы тоже касался танкистов, и артиллеристов, и так далее, когда говорили, ну, уже, ребят, вы прекратите вот это писать, потому что вы уже всю Люфтваффу раза три обнулили просто вот за месяц, короче, или там всё, Панцерваффа расстреляли, а они что-то откуда-то вот опять появляются здесь. Поэтому, ну, как-то... Чуть-чуть здесь были, конечно... Урезайте осетра. Надо понимать, что... И вот мы видим с тобой опять же порядок, там, заявляем, 150 самолетов, немцы, ну, по факту теряют, ну, минимум в 10 раз меньше. Потому что, опять же, понимаем, что из там этих 19 сбитых или потерянных, там, это не всё сбито истребителями, что-то сбито штурмовиками, что-то сбито зенитчиками, которые, кстати, имеют прям конкретные заявки. Мы с тобой знаем, что вот сбитые есть люди, которых сбили наши зенитчики в этот день, 5 июля, я имею в виду. Опять же, понимание, на следующий день мы заявляем опять там 100 самолетов, а немцы теряют, ну, ладно, десяток, но из этого, опять же, не все сбиты летчиками, часть сбиты зенитчиками. То есть, мы понимаем, что вот это завышение там в 10 раз со стороны советских, так сказать, сил, оно имело место быть. Понятно, что сейчас, опять же, люди переживают из-за этого, у них сердце кровью обливается, что как это так, вы вот сейчас сказали, что наши деды врали. Да, ребят, вы поймите правильно, никто дедов не осуждает. Мы уже 5 раз уже сказали, и в этом ролике уже вот Виталий сказал то, что герои были, они только в том, что с такой подготовкой садились в самолеты гораздо, ну, слабее самолетов противника по техническим характеристикам, шли в бой, сражались и гибли. Вот только за это мы их ценим, любим, так сказать, и уважаем, и гордимся им подвигом, и стараемся каждого этого человека вынуть. Надо попытаться, да, надо попытаться понять, что, в общем-то, происходил процесс, вот, Красная Армия образца 43-го года, надо понимать, это не Красная Армия образца 44-го года. Да, Люфтваффе и Вермахт 43-го года тоже совсем не те, кто воевал в 45-м. Да, я просто вот еще про это, так сказать, в заключении скажу, и когда мы будем говорить пародельно про истребительную авиацию, ну, действительно, надо подходить трезво, потому что воевали не какие-то былиные герои, а обычные люди, об этом надо помнить, и, в общем-то, проецировать на себя тоже в этом смысле, ну, вот, может быть, такой даже сакраментальный вопрос, а мог бы я бы так сделать, потому что этот вопрос для современного человека достаточно риторический. Ну, да, это вопрос такого же плана, что просто подняться из окопа и бросить гранату, это уже там выдающийся героизм, да, ну, что он, меньше герой тем людей, которые там сказали, что они там уничтожили 30-40-50 немецких танков, ну, это же тоже. в общем, вопрос, да, этот вопрос ясен, да. Зачем тут это мешать? Я говорю, это было понятно во время войны, когда была понятная пропаганда, что вы должны сражаться врагом и те же самые приказы о том, что приказ 227, да, и плюс политорганы и органы прессы, они, они, естественно, героизировали это для того, чтобы сказать, вот, ребята, смотрите, люди дрались до конца, они погибли, они при этом еще и врага с собой взяли, вот ориентируйтесь на них, понятно, для чего это было? жертвенность, это, в общем-то, в рамках нашей российской, вот, и советской психологии, это безусловно. Субтитры создавал DimaTorzok